Добрый день, добрый день, уважаемые любители регби, извиняюсь за задержку. Небольшую игра у нас уже началась, а мы сейчас только подключились. Иван Лоско немного опоздал. А это значит, что Москва может сейчас, могла, могла, если бы мяч не вылетел, вывели мяч на четвертный, хороший прорыв 12 номера. И есть первая попытка в этой встрече и в этом чемпионате. Это у нас стартовый поединок чемпионата молодежных команд, в котором принимают участие 6 коллективов, дублей молодежных. И опять брос на третью точку, будет мол, нет, забегание, и смотрите, просто как по рельсам. Или что, или выронил мяч, пятый номер, я уже, казалось бы, праздновал попытку. Артем Писарьков здесь влетал в зачетку и, по-моему, ВКонтакте выронил мяч. Неожиданно, но выронил назад, поэтому Локомотив продолжает свою атаку. И есть третий, но то, что не смог сделать пятый номер, сделал третий. Данил Зяблицов. Поколению Виктор Тельнов у нас точен. И 8-7. До одного очка сокращает Локомотив разы. Смотрим повтор. Здесь грамотная схватка работала. И этого хватило. Даже этого бы не требовалось, чтобы Москва ошиблась в бросе. Но удалось им сохранить этот мяч. Не построили мол. Хороший подъем от Орлашова. Здесь отлично пятый номер. Писарьков отрабатывает в защите. Но там уже его партнеры не смогли справиться с Антоном Наставшевым. Здесь вот первый контакт. Рак. Хороший подъем мяча от Орлашова. И здесь здорово Антон Наставшев получил мяч. Но не разобралась там защита. Это сегодня тем более выпускной. В школе перенесенный по известным всем событиям. Удар. И Ян Баженов точен. 18-10. И свисток на перерыв. Все готово к тому, чтобы начать второй тайм. Матч открытия. Чемпионата молодежных команд. И вот этот классный гудок. Кстати, прикольная тема. В Европе трубы. Звук труб. Задал темп он этой атаки. Здесь немного плохой вывод мяча в раке. Задержка. Тем не менее, удается перевести мяч на левый фланг. И здесь Галишников оформляет дубль. Казалось бы, долгий рак. Защита успела построиться. Но не успела разобрать. 10 минут у нас где-то остается. С мячом Локомотив. Но пока не получается Локомотиву в атаке отыгрывать пространство. Вот хороший удар за уши. И что, мяч выйдет еще лучше. Не вышел он за пределы поля. Хорошее набегание. И есть попытка. Отличная попытка Матвея Сизова. Красивая. Зрячий удар в открытое пространство. Повезло где-то со скоком. А может быть... Смотрим повтор. Здесь Тельнов. Хорошим ударом. Здесь 15-й крайний. Задняя линия проспала, в общем, этот эпизод. Любят говорить многие из моих коллег-комментаторов. Бросу вторую точку на Сошина. Хороший мол! Это попытка! Есть попытка в исполнении Локомотива. Кто это? Писарьков или Сошин? Писарьков. Браво! Но время у нас, как вы видите, вышло. И главный арбитр дает финальный свисток. 37-28 одерживают гостевую победу игроки Московской Академии Рэгби.